Есть где-нибудь здесь общественный туалет рядом, в центре города? Да, общественный туалет. Ну, и куда мы? Наверное, лучше вам куда-нибудь уже в кафе. Найти в Красноярске место, где можно справить нужду, сложно. С приходом осени исчезли с улиц города и кабинки биотуалетов. Всё же найти один нам удалось. Он был спрятан за вагончиком на площади перед БКЗ. Висит замок, а ну да. Как оказалось, он принадлежит управлению зелёного строительства. И предназначен исключительно для сотрудников этой организации. Вот только в последнее время даже они им воспользоваться не могут. Ну, нас забрали, ну, что там сломался, ну, газ. Мы уже забрали. Хорошо, хорошо. И вы ходите в кусты? Вот сюда. То, что близлежащие деревья и кусты превратились в место, где справляют естественную нужду, видно невооружённым взглядом. По иронии судьбы, зелёный уголок превращают в общественный. Туалет вынуждены те, кто должен благоустраивать наш город. Самый близлежащий клозет к концертному залу находится на остановке под названием «Гостиница Октябрьская». Одно посещение стоит 15 рублей. Бесплатно не пускаете? Не пускаю. У кого денег нет, ходят с детьми. С детей деньги не берут. Ещё один стационарный туалет, где есть тепло и вода, находится на остановке Перенсона. И он тоже платный. Но на просьбу пустить без денег соглашаются. Да ладно? А пускаете вообще? Дегите, бегите. Спасибо большое. Больше в городе нет общественных тёплых туалетов. И даже платных. Это проблема, это проблема города, очень серьёзная проблема. К примеру, если гулять с ребёнком где-то в парках, всегда, либо они в ужасном состоянии, потому что невозможно ими пользоваться. Поэтому мы как-то стараемся обходить. Поэтому я считаю, что не хватает. Туалеты – такая вещь. Если поиспичить, а у тебя нет денег, куда-то сходить всё равно придётся. Конечно, нужно не город же обезображивать. Один клозет на 5000 человек. Решить туалетный вопрос пытались ещё при ЦК КПСС. Владимир Ленин лично следил за выполнением специального постановления, согласно которому кабинки с буквами МЖ должны были появиться через каждые 500 метров в людных местах. Но если в 90-х годах общественные туалеты ещё были, хоть и не через каждые 500 метров, то и сейчас в Красноярске нет ни одного. И это официальные данные администрации. Во время городских праздников на площадях выставляют бесплатные биокабины, но сразу после увозят снова на склад. Круглогодично клозеты стоят на конечных остановках. Правда, сейчас они практически все закрыты, так как закончились деньги, заложенные на их обслуживание. Поэтому либо плати, либо терпи. Ещё один вариант – справить нужду в туалетах, расположенных в кафе и ресторанах. Представьте, пожалуйста, а можно сходить в туалет? В туалет можно сходить? Можно? Можно? Мы сегодня не отказали ни в одном заведении, хоть мы и выбирали самые дорогие рестораны и кафе. В администрации города также уверяют, что во всех абсолютно социальных объектах красноярцы вправе воспользоваться туалетными комнатами, и никто вам не может отказать. Но чтобы быть уверенным в этом наверняка, красноярцы создали даже карту, на которой отмечены места, где можно беспрепятственно справить нужду. Юлия Камлякова, Дмитрий Яковлев, Афонтова. Новости.